всем привет и с вами Сергей Чураков и в этом видео я хочу с вами поделиться информацией которую я накопал на одном из сайтов которые я посещаю близкие знакомые знают то что я ковыряюсь время от времени на интересных сайтах по защите информации на некоторых хакерских форумах присутствую и на одном из подобных сайтов ссылочку я дам вам в конце где это можете почитать эту статью я нашел такую статью дешевые авиабилеты или сеть мошеннических сайтов бороще деньги с карт мое расследование статью не я писал это статья появилась буквально вчера в 13 26 сегодня у нас 27 сентября 2016 года то есть я прочитал эту статью и понял что данный вид заработка со стороны мошенников он работает уже не один год не то что месяц или в несколько дней и так давайте прочитаем в этой публикации речь пойдет о целой сети мошеннических сайтов которые на протяжении долгого времени работают с единой целью похитить данные банковских карт и увести все доступные денежные средства с этих карт в этой схеме используются на разных этапах сервисы известных компаний и банков такие как яндекс поиск яндекс директ яндекс мани карты помсвязь банк банкинков и вероятно другие это скрины с мобильного телефона по списаниях далее история эта началась совсем недавно всего пять дней назад и можно сказать что пока еще не закончилась один мой знакомый обратился ко мне за консультацией с вопросом можно ли как-нибудь закрыть нехороший сайт и так что же случилось мой знакомый захотел купить авиабилеты и решил что самый простой для этого способ задать вопрос яндексу на простой запрос типа самые дешевые билеты в анапы яндекс одну из первых ссылок выдал некий сайт который служит для поиска и покупки дешевых билетов без комиссии ссылка эта вероятно была уже в верхнем рекламном блоке перейдя по ссылке мой знакомый нашел себе подходящие билеты оформил заказ и попал на страницу оплаты с помощью банковской карты сайт этот для среднего человека если не вдаваться в детали может показаться совершенно обычным сайтом по поиску билетов и не вызывать подозрения до бен авиапрома . вот так выглядит главная страница скрешон сохранился только с телефона то есть вот такой сайтик давайте попробую кстати набрать копировать и яндекс sky сканер реклама так авиа точка яндекс точка ру авиа сейлс давайте попробуем авиа яндекс точка ру так скай скай на здесь опачки вот кстати очень похожи сейчас читаем дальше и вы убедитесь то что вот это не этот сайт это скорее всего тот же самый сайт один из вариантов давайте читаем дальше так 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 вроде как все оформлено нормально более менее это страница оплаты так и на картинках мой подробный заказ который я сделал чтобы разобраться как этот сайт работает мой знакомый оплатил билеты при оплате по смс проходили коды подтверждения 3d secure которые как это бывает обычно нужно было вводить в браузере на соответствующей странице получив на почту маршрутные квитанции и считая что билеты куплены мой знакомый пошел заниматься своими делами на следующий день на телефон стали приходить непонятные смс сначала пришла смс на списание сумма 2 рубля ту же минуту эти 2 рубля вернули на карту с примечанием отметка на покупке еще через два часа непонятное списание возврат 2 рубля повторились и еще через минуту началось что-то невероятное с карты списали 17700 рублей еще через 10 минут списали дополнительно 17700 рублей еще через 10 минут попытались списать 11800 рублей последняя операция не прошла только из-за того что на карте кончились деньги я думаю что если бы на карте был большой остаток то списания бы продолжались каждые 10 минут до тех пор пока не пришел бы отказ история списываемых операций хорошо видна на заглавной фотографии это скриншот смс от бирбанка приходящих на телефон в момент первого непонятного смс про 2 рубля хоть это и показалось подозрителем карта не была заблокирована все последующие списания были выполнены в течение 20-30 минут мой знакомый в это время был так пытался звонить со сбербанк для блокировки карты ну как это обычно бывает банк предлагал нажимать на кнопочки так а приложение на смартфоне которое тоже было можно было бы заблокировать карту не было установлено карту потом заблокировано было уже поздно деньги утекли на следующий день мой знакомый написал заявление в сбербанк на данный момент заявление находится на стадии рассмотрения карту перевыпустили еще через два дня уже когда карта была заблокирована была попытка списать с карты 11800 рублей и еще через день новая попытка списать еще 23600 рублей то есть это еще раз подтверждает что тамазов у мошенников не было вот кстати скрины о том что были попытки списать деньги скрины с телефона и на десятках всем этим неожиданным списанием выяснилось что никакой брони в авиакомпании нет и не было то есть авиабилеты не были забронированы все все было обманом и деньги ушли в неизвестном направлении в результате с карты украли потери за оплаченные билеты и последующие списания в общей сумме составили 47 377 рублей а могло бы быть гораздо больше теперь попробуем разобраться что же на самом деле произошло и где можно было обнаружить подвох домен в зоне ЕО должен быть по крайней мере насторожить кроме поиска авиабилетов на сайте было всего несколько страниц цель которых пустить были глаза если копнуть глубже то указанная страница ОГРН компании принадлежала компании которая была закрыта в 2011 году а само название компании выписки EGR UL и на сайте не совпадает на сайте частично изменено проверить данные по ОГРН и названию юридических лиц можно в базе налоговой инспекции EGR UL налог то есть можно зайти сюда ввести данные ОГРН и ввести вот эту капчу вот сюда и найти по индивидуальным предпринимателям сюда кликаете дальше рейтинг сайта ЦПР нулевые это видно в тех редких случаях когда в браузере установлена панель вебмастера или так основное что должно было насторожить должна была быть оплата без комиссии как указано на сайте 5900 рублей за каждый авиабилет а в смс от банка пришло назначение списания 5900 рублей P2P PS банк а после оплаты этих 5900 приходилось смс о том что списано 5988 50 рублей что такое P2P конечно знают не все можно было бы поискать P2P это сервис перевода с карты на карту а сумма списания больше чем сумма платежа потому что банк через который производился платеж берет за это комиссию то есть реально деньги которые якобы оплачивались за авиабилеты переводились на чью-то банковскую карту через сервис PS банка то есть промсвязь банка при этом покупателю присылал проверочный код с 3D Secure который покупатель ничего не подразумевая вводил в браузере если с переводом на карту для меня понятно что владельца карты ввели в заблуждение чтобы он сам ввел код 3D Secure то с последующими списаниями без проверки 3D Secure для меня ситуация не совсем понятна я ни разу не сталкивался с ситуацией чтобы Сбербанк в интернете позволял что-то платить без проверки 3D Secure без подтверждения через смс единственное единственное исключение когда смс не запрашивается это когда операции производятся через мобильное приложение Сбербанк онлайн на телефоне но телефон похищен не был и данные от личного кабинета похищены не были очевидно что были получены только данные банковской карты моего знакомого и имея только данные карты деньги списывались при использовании сервиса Яндекс Майни в пользу Яндекс Директа рекламная сеть Яндекса здесь есть явно какая-то недоработка в системе безопасности возникает вопрос либо к Сбербанку либо к Яндексу как они такое позволяют делать в результате складывается примерно такая картина работы мошеннического сайта сайт через рекламу в Яндекс Директ привлекает посетителей без рекламы таким сайтом выбраться в топ выдачи практически нереально выглядит сайт в чем-то похожем на нормальные сайты поиск рейсов и свободных мест работает отлично для этого сайт принимает запрос посетителя просит его подождать сам отправляет запрос на какой-то другой сайт на котором есть реальные данные по авиабилетам из полученного ответа вырезается лишняя и подготовленная информация выдается на своей странице вполне возможно что и цены немного корректируются цены я не проверял дальше посетитель оформляет заказ вводя свои данные ввод данных выглядит так же как и на многих других сайтах по продаже билетов после ввода данных и подтверждения заказа покупателю сообщают код заказа и дают 24 часа на оплату при оплате оригинальная страница одного из банков сервисом перевода P2P переделывается определенным образом об этом ниже и встраивается на мошеннический сайт покупатель авиабилетов если не заметит подвох переводят деньги на какую-то чужую банковскую карту при этом данные банковской карты покупателя перехватываются и в дальнейшем используются для списания при этом пополняется счет какого-то аккаунта в Яндекс Директ для последующей рекламы и поиска новых жертв дальше все то же самое по кругу после всей этой истории было написано заявление в полицию сейчас на рассмотрение в Сбербанк на рассмотрение в Яндекс хостинг провайдеру и другими мошеннический сайт размещался на хостинге First ВДС по моему заявлению с подробным описанием аккаунта мошеннического сайта заблокировали правда через полдня опять разблокировали но по повторному заявлению опять заблокировали надеюсь уже навсегда сославшись на то что разные отделы провайдера не разобрались конечно это не полная блокировка мошенники могут поменять хостинг одержав хоть маленькую и временную но победу с закрытием сайта нужно было решать вопрос с авиабилетами и какое же было удивление когда и какое же было удивление когда по аналогичному поисковому запросу Яндекс на первой строчке рекламного бока выдал другой сайт который имел слегка измененный дизайн но имел практически тот же функционал и похожий движок его цель обман посетителей кража денег и данных кредитных карт то есть завершив один сайт тут же появляется новый сайт а точнее он и раньше работал просто в рекламе поднимался поднимаются не все сразу адрес другого сайта по якобы продаже билетов авиаскамерс точка ру ну сейчас уже заблокирован если представители Яндекса так то что этот сайт машинский видно сразу даже не уникаль технические талии указанное не существует указанное УГРН не существует указанное юридическое название не существует указанный почтовый адрес не существует и тому подобное ИНН вообще указан 12-ти значимых что бывает только у ИП и физлиц на главной странице картинки которые должны вести на странице скачиваемой мобильных приложений в App Store Google Play и магазине Windows Phone но все эти картинки не содержат ссылок на мобильные приложения кстати в этом сайте на этом сайте что сканер 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 как его проверить сейчас проверим так а здесь открыть а он перекидывает кода авиабилеты дешево так это я что нажал это я App Store нашел так Google Play Google Play авиасалес авиабилеты дешево кто его знает кто его знает может быть это нормальный сайт возможно это нормальный сайт возможно нет но все эти картинки содержат ссылок на мобильные приложения хорошо в этот раз было решено разобраться это внешний вид страницы оплаты поиска авиабилетов оплата авиабилетов посмотрим исходный код страницы давайте проверим поиска за тем тиры лепо на и за на тиры и и и и и и и Здесь RedMix. Ладно, посмотрим в сходе код страницы, видим подразделительные папки P2P, так, с различными скриптами, в этих скриптах я не нашел ничего интересного, что могло бы быть связано с похищением средств. В основном там были скорее всего не модифицированные скрипты банка, про которые речь пойдет ниже. А вот канонический адрес страницы нам интересен, здесь видим, что фактически страница сервиса банка Тинькоффа почти полностью включена в мошеннический сайт, причем здесь используется не окно iFrame, здесь именно при использовании промежуточной обработки на сервер хостинг-провадера страница скачивается с сайта Тинькофф, потом на сервере модифицируется и почти полностью с небольшими выносами выкладывается, то есть в коде без iFrame. у меня предположение было, что в HTML коде должен быть скрытый блок div, скрытая форма или что-нибудь похожее, а скорее всего несколько таких скрытых блоков. И предположение подтвердилось. Нажимаем в браузере L12, средства для веб-разработки, находим нужный нам скрытый блок. Видим в колонке справа свойства display-none. То есть display-none. Щелкаем по чекбоксу, чтобы отключить свойства display-none. И тайна становится явной. Мы видим предзаполненную форму с номером чужой кредитной карты, на которую должны уйти наши деньги. То есть здесь нету карточки, а здесь она появляется. После того, как щелкнули по чекбоксу и убрали галочку. Так вот, выглядит оригинально страница банка Тинькофф. Правда, похоже? То есть что происходит? Форма частично заполняется. Из этой формы скрывается все лишнее. Блок с карты получателя. Часть какая-то может быть даже не скрывается, а вырезается заяц на сервере. И эта страница в измененном виде подсовывается посетителям сайта, в надежде, что они ничего не заподозрят. И на десерт вот такой HTML-код с предзаполненным номером банковской карты. То есть смотрим код и здесь вот номер карточки. И вот еще интересный кусок кода. Здесь скрипт, и здесь перечень карт. То есть карта почему-то одна и та же. Этот же кусок со скриптом в текстном виде ниже. Давайте попробуем разобраться, что в коде происходит. В коде задан массив с номерами карт получателя. Эти номера скриптом подставляются в форму оплаты. Теоретически может быть семь разных карт получателя, и при каждой неудачной попытке оплаты номера карты должен меняться. Но вместо семи разных номеров задан один номер несколько раз. То есть вот. То есть, приняло удачную попытку, следующая попытка будет с тем же самым номером карты получателя. А для того, чтобы был порядок, при каждой попытке оплаты данные передаются на страницу на этом мошенничественном сайте, которое все записывает для бухгалтерии. Вечером, вероятно, придет бухгалтер и проверит записи в журнале. Так, это код тот же самый, который на скрине был. При каждом посещении страницы оплаты можно, например, разными браузами. Попробуй. В поле получателя платежа поставляется новый номер карты. Вот номера карт, на которые мошенники выводили деньги, крадя их у посетителей сайта по продаже авиабилетов. Этих карт точно намного больше. Привожу номера на случай, если кто-нибудь заинтересуется статьей и захочет провести проверку. То есть вот номера карты. Что же в этих картах сходного? Правильно. Начальник цифры 510621. Попробуй поискать по базе BIN номеров банков. Так вот, интересный результат получается Айсайенбанк Яндекс.Маня НБЦ.АЙ. Картик Мастеркард. Случайным образом мошенники используют рекламу от Яндекса, сервис перевода денег Яндекс.Маня и дополнительно чрезсторонние банки выводят средства на банковские карты, выпущенные Яндексом. Абсолютно точно Яндекс в этих махинациях никак не замешан. Но Яндекс мог бы сильно помочь в уменьшении количества мошеннических операций. Возможно для этого какие-то правила и регламенты нужно изменить. Письма в Яндекс я тоже писал. Информацию они приняли как раз проявляться ей. Я не знаю. Помочь с блокировкой средств они мне не смогли. Но написали по вашему запросу мы провели расследование и приняли все необходимые меры. Что меня приятно удивило в службе поддержки Яндекса, касающейся мошеннических операций. Пол третьего ночи пишешь им письмо. Через 10-15 минут приходит ответ живого человека. Судя по сообщениям, которые я нашел в интернете, эти сайты работают давно. И количество пострадавших не маленькое. А по прикидкам пострадавших может быть довольно много. В интернете есть сообщения о пострадавших и годичной давности. Есть сообщения, размещенные 5 дней назад. О выплаченных авиабилетах на мошенническом сайте. Про который я в первой плане описал. Ну и это еще не все. На многих мошеннических сайтах по продаже авиабилетов есть одна общая черта, однозначно объединяющая их и указывая, что они относятся к одной группе. Здесь не будут писать. Так. Что это особенно, чтобы помогать злоумышленнику. Но вот только некоторые мошеннические сайты из этой группы найдены за несколько минут. Часть из этих сайтов уже заблокирована. Ух, кстати. Этот еще не заблокирован. Так. Так. Этот заблокирован. Этот не грузится. Так. Этот не грузится. Этот тоже. Так. А вот этот почему не заблокирован. Ну и здесь трафика нет. То есть вообще ничего нет. этот еще работают. Чемку сделаем. Этот. Пока непонятно, на чём сделаем. Но один... То есть вот этот еще работает. Так. То есть мы видим, что это не разовая поделка. Мошенники годами используют отработанную систему, используются домены в разных зонах, разные хостинги, разные сервисы банков для перевода с карты на карту. Кроме Тинькова и промсервис банка могут быть и другие. Вывод денег производится на большое количество карт. Если только с одной карты можно легко угнать 47 тысяч, то какие могут быть в общем объеме воровать со суммой. С своей стороны я разных писем и заявлений много написал, но всю сеть победить одному человеку затруднительно. Если только не положить на это 100% своего времени. Главное будьте бдительны при оплате авиабилетов на незнакомых сайтах. Тогда и мошенникам будет сложнее. Про авиасканерс я заявление про провадение не писал. Авиасканерс, это который? Авиасейл. Так. Хостинг у этого сайта spreadhost.ru отвечает первым. Этот сайт оставил для того, чтобы читатели и публикации могли его перебрать. Сейчас сайт уже не работает. Все уже не работает. Кто-то из читателей успел поиграться с ним, но сейчас он недоступен. На главной странице. Так. Почему авиасканерс стал недоступным? Точной информации нет. Может его... Так, ладно. В любом случае, ваша активность помогла закрыть еще один фишинговый сайт. Я надеюсь, что это спасет какой-нибудь из потенциальных покупателей авиабилетов. От попадания в неприятную историю. Как я писал, количество сайтов может быть очень большим. Спасибо пользователю вот такому. С таким ником. Он в комментариях показал еще три новых, точно таких же мошеннических сайта. Так. Я уверен, что есть и появятся в ближайшее время и другие сайты. Внешней части этой публикации размещу в сводную таблицу. Если кто-то еще найдет подобные сайты, готов добавить информацию о них в эту таблицу. Пока три надежных новых сайта работают и те, кто не успел препарировать предыдущие сайты, так, до того, как их закрыли. Минимальное изменение дизайна, минимальное изменение контактных данных, мелочи типа девятизначного элемента не принимаются в расчет. Использовать тот же самый сервис банка Тинькоффа. Так, публикация довольно длинная, поэтому часть новых скридшотов будет играть под спойлер. То есть скридшоты за главной страниц четырех новых сайтов. Да, это не один сайт. Вот, давайте посмотрим. О, вот сайт, да, где-то я видел. Вот, вот этот сайт. Кстати, скрин очень похожий на первую страницу вот этого сайта. Очень похожий. Дальше. Тот же самый похожий. Тот же самый. И здесь тоже самое. Дальше. Страница оплаты на новых сайтов. Тот же сервис P2P от банка Тинькоффа. Flying.agia.ru Так, тот же самый. Вот так. Аналогично. И здесь аналогично. На новых трех сайтах обнаружен следующий номер кредитной кармы, на который мошенники выводят средства. То есть, это эти карты. Два из трех указанных сайтов предлагают выводить средства на одну и ту же карту. Причем, эти два сайта, хоть и расположены у одного хостин-проводителя, но работают на разных IP. Смотрите таблицу. Так. Дополнительно, на новых сайтах при оплате предлагается на выбор два способа оплаты. Первый – карты, а не второй через сервис. На первых описанных сайтах, если я ничего не пропустил, не было возможности оплатить авиабилеты через терминал. Давайте посмотрим, как же происходит оплата через терминал. На сайтах выложена подробная инструкция, как оплатить через терминал. Инструкция длинная, размещена под спойлером. В этой инструкции вообще хитрости нет. Невнимательным покупателям предлагается просто перейти в терминал и положить деньги на чей-то Kiwi кошелек. Номер телефона, кошелька, в инструкции указан. Давайте посмотрим. То есть, читаем инструкцию. Вот наш Kiwi кошелек. Подойти, пополнить. Вводите номер. И за Kiwi вводит. Проверяем номер. Введите в поле комментарий. Так. Несите деньги. Мошенничественные сайты по продаже авиабилетов. То есть, этот же архивный. Архивные это те, которые уже закрыты. Так. Это пока работает. Да, вот еще работает. Авиасейл. Так, а этот... А, да, вот авиасейл, на который я и заходил. Нет, подождите. Авиасейл.com, а этот... Так. Авиасейл.com, root. Так. Сюда. А, точка ру, здесь точка ком. То есть, разница только в домене. Так. И... И этот есть ключ. Так. Дальше. Заблокировал. Этот работает. Этот работает. Крадут деньги данные карты. То есть, огромное количество сайтов больших, которые просто крадут данные с карты. Вместе с деньгами. И огромное количество комментариев за последние сутки. Люди очень много пишут. Так что присоединяйтесь. Возможно, вы найдете здесь какую-то важную для себя информацию. Статья очень длинная. И очень много комментариев. Так. Понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Переходите на этот сайт. Если будет интересно стать... Ссылку я сброшу. Под этим видео оставлю. С вами был Сергей Чироков. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok